Ситуация с распространением коронавируса на территории Тверской области продолжает оставаться непростой. Каждый день в Верхневолжье регистрируются новые случаи заболевания. Вот уже и пресловутый штамм омикрон добрался до нашего региона. Впрочем, растет и количество вакцинированных, а следовательно и коллективный иммунитет жителей области. О ходе вакцинации на территории региона нашему телеканалу рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Тверской области Арнольд Выскубов. На сегодняшний день коллективный иммунитет жителей Тверской области по данным регионального управления Роспотребнадзора составляет немногим меньше 60%. При этом, отмечают ведомства, это число обусловлено исключительно количеством привитых граждан. Но если брать в расчет и тех, кто переболел и получил антитела таким путем, то иммунизация населения Верхневолжье достигает куда большего масштаба. Однако расслабляться, говорят специалисты, еще очень рано. К сожалению, в последнее время темпы снизились в вакцинации. Если рассматривать всю историю, конечно, были две такие максимальные волны, когда мной были изданы два постановления. Это позволило максимально вакцинировать наше население, особенно те группы, которые наиболее уязвимы и те, которые могут представлять угрозу, то есть связанные с оказанием услуг населению. На сегодняшний день жителям Верхневолжья доступен весь спектр вакцин, зарегистрированных в нашей стране. Так детей и подростков прививают спутником М. Взрослое население делает укол спутникам ВИ и ЛАЙТ, вакцинами ЭПИВАК-КОРОНА и КОВИВАК. Каждая из них, отмечают специалисты, уже доказала свою эффективность. Вакцинация, уверены эксперты, по-прежнему остается наиболее эффективным методом борьбы с распространением инфекции. Особенно сейчас, в период активности штамма ОМИКРОН. Сам штамм по-прежнему остается достаточно опасным. Симптомы его принципиально не меняются. Исключение, наверное, составляет то, что при ОМИКРОНе практически не страдает обоняние и вкус. Но при этом мы фиксируем, что в меньшей степени поражаются нижние отделы дыхательной системы. То есть реже развивается пневмония, но чаще возникает кашель, заложенность носа и насморк. Вместе с тем, в ближайшее время специалисты ожидают снижение количества заболевших. Пик, так называемый пятой волны коронавируса, потихоньку сходит на нет. Ситуация, отмечают эксперты, начнет меняться с наступлением теплого времени года. Когда люди будут больше бывать на свежем воздухе, меньше находиться в замкнутых помещениях, повышать свой иммунитет за счет нахождения на солнце, употребления в пищу свежих овощей и фруктов.